Друзья, доброе утро, добрый день! С вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчано-Терми, из Тосканы. Для тех, кто первый раз попал на мой основной канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Как всегда, под сюжетом я оставлю ссылку на мой второй канал, и там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Красавица, солнечная Тоскана, которую так любят российские олигархи и чиновники. Нет, любят все, конечно. Но сегодня мы с вами поговорим именно об этой категории. Ну что, объявили новые санкционные списки? Друзья, ну вы знаете, что вчера выступил Битон в Соединенных Штатах Америки. Он объявил об очередных санкциях против Российской Федерации. А дату-то какую выбрал. Хотя я так думаю, что это не он сам, это ему посоветовали. Интересная цифровая комбинация вчера была. 22.02.2022. Ну и плюс еще совпало с тем, что сегодня, 23 февраля, может быть тут двойной смысл был, плюс он еще таким образом постарался поздравить некоторую категорию российских мужчин, а точнее депутатов и олигархов, с наступающим 23 февраля. Но поскольку мы с вами не депутаты и не олигархи, и если среди моих подписчиков имеются мужчины, которые сегодня отмечают День Защитника Отечества, я вас с большим удовольствием поздравляю. Будьте здоровы и будьте счастливы. Ну и я хотела бы вкратце пробежаться по истории вот этих санкций. И поскольку я в Италии проживаю 25 лет, поэтому я в первую очередь, конечно, буду говорить об Италии. Итак, первый этап был запущен в 2014 году. Конечно же, бессмысленно говорить, что ущерб был нанесен только российской экономике. Был очень сильный нанесен ущерб и итальянской экономике, потому что прилетела ответка. Россия тоже объявила ответные санкции. И для итальянской экономики это сильный был удар. Страна не такая большая, 60 миллионов это все население. И каждый год Италия теряет, продолжает терять благодаря вот этим вот санкциям примерно около 4 миллиардов евро. И вот первый год, 2014-2015, это было очень тяжело, потому что и сельскохозяйственная продукция, она была заточена именно на Россию. Потому что Россия покупала практически все. Потому что, смотрите, в пределах Евросоюза здесь имеются определенные квоты. То есть Италия, несмотря на то, что, конечно, это солнечная страна, южная страна, много всего вкусного и полезного. Здесь выращивается, ты берешь зерно, ты его бросил, и там у тебя целый куст вырос. Особенно даже и поливать не надо. Вот такой климат здесь. И Россия покупала все, потому что в пределах Евросоюза есть квоты. То есть Италия не может продать больше, чем она может продать Евросоюз. Потому что тут, значит, идет договорня какой, что ты должен, пусть даже это не очень качественная продукция, это те же там овощи или фрукты, но хочешь не хочешь, там часть ты должен купить. В общем-то, даже у Германии, у северных стран, где меньше солнца. Поэтому и овощи, и фрукты, они не могут быть такими вкусными, как овощи и фрукты, предположим, Греции, Испании, Италии. Много солнца здесь. А раз много солнца, соответственно, фрукты и овощи, они приобретают вот этот свой необыкновенный вкус. А тут, значит, определенные квоты существуют. Потом промышленность, это в том числе и одежда была, и даже детские коляски. Ну, огромный рынок, конечно, был с Российской Федерацией, и все это вот в один момент пролетело. И многие предприятия закрылись, поэтому пропаганда итальянская, она об этом молчала, делала вид, что все нормально, что мы найдем другие источники сбыта. Ничего они не нашли в результате, потому что сама по себе организация, если мы будем говорить с вами, не о предпринимателях, а о правительстве, об итальянском. Если 60% итальянского правительства, в том числе и министры, они не имеют элементарно высшего образования, то есть нет никакой спецподготовки. Поэтому, в общем, какие они там могли найти условия сбыта, ничего они не нашли. Поэтому, в общем-то, вот примерно 10 лет тому назад, уже с того момента, как Италия вступила в Евросоюз, стало хуже, хуже и хуже. А после того, как начались санкции, экономика пошла вниз. Я не делю на своих разведчиков и чужих шпионов, я не занимаюсь пропагандой, я просто вам перечисляю те события, которые присутствовали. Пропаганда, это вот она вылетает отсюда. Ее более чем достаточно. И чем больше объявлялись санкции, соответственно, зеркальные прилетали из Российской Федерации, такие же, и тем хуже, хуже и хуже становилось. И многие предприниматели итальянские, которые продолжают, стараются там изо всех сил через третьи страны, занимаются бизнесом с Российской Федерацией, посредством Сан-Марина, я по этому поводу записывала тоже репортажи, как многие итальянские продукты вывозят в Россию и маркируют Сан-Марину, и что якобы это сделано в Сан-Марину, на самом деле это производится в Италии. Кстати, вот по этой причине в Сан-Марину, почему их обязали вот эти вот ложечки за маму, за папу и за дедушку приобретать в Российской Федерации, потому что Сан-Марина в определенный момент стала вот таким вот промышленным, не промышленным, а коммерческим хабом. Маркировали просто продукты питания. И не все, не все фирмы итальянские, не все производители, они соглашались ставить клеймо Сан-Марину, допустим, на хороший качественный сыр, который имел такую вот многовековую, даже хорошую репутацию. Как правило, на это соглашались предприятия, которые производили не очень качественные, не очень хорошие продукты питания, поэтому для них появилась вот такая вот возможность. Открылся российский рынок посредством Сан-Марину. Вот, но это, как говорится, из истории. Теперь, что произошло, вчера вот Бидон объявил, что новые списки. Там депутаты были, которые проголосовали, российские депутаты из Госдумы, которые проголосовали за независимость Луганска и Донецка. Но это вы все сможете прочитать самостоятельно в интернете. То, что я вижу, я буду сравнивать с Италией. Почему некоторые факты я хотела бы процитировать из СМИ. Я хочу сравнить с Италией. Чем мы отличаемся друг от друга. Ну вот они пишут, там персональные санкции. Банк Петр Фротков, сын главы Михаила Фроткова. Потом дальше член правления Денис Бортников, сын главы Александра Бортникова. Генеральный директор, видимо, ВКонтакте, да, сеть ВКонтакте, Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. В принципе, мне эти имена ничего не говорят, но мне говорит другое. Сын, сын и сын, как в Италии. У нас все то же самое, друзья. Я записывала какое-то время тому назад на своей второй платформе сюжет, посвященный Драге, Дракуле, его семье. И, в общем-то, я вам аналогичные примеры приводила. Его дети, сын абсолютно бездарный студент и бездарный экономист. Но вот он там в Лондоне, возле элит, выполняет важные функции для того, чтобы английским элитам жилось хорошо за счет того, что полностью была ликвидирована итальянская экономика. Или, например, дочь Драге, которая биолог по образованию, закончила университет Сапенца в Риме. И, в общем-то, вот она на этих самых ложечках сидит. Ложечки за маму, за папу и за ее папу. То есть за нашего дедушку. Один в один. То есть это вообще называется в нормальном демократическом обществе, это называется кумовство. Но где только найти такое общество, по-моему, нигде. Потому что если мы с вами приведем пример Соединенных Штатов Америки, если я в чем-то ошибаюсь, мои подписчики Соединенных Штатов Америки напишут мне потом соответствующие строгие комментарии. Но мне почему-то кажется, что династии Буша, династии Кеннеди, Клинтона, и точно так же, по-моему, такая же форма кумовства. Дальше мы с вами читаем, почему Борис Игорь Ротенберге, это меня абсолютно не интересует, это какой Альга Ахат. Так, и вот тут дальше еще интересно, почему там, я не поняла, футбольный клуб ЦСКА Сергей Шойгу, но тут как-то я могу понять, почему сотни всевозможных депутатов, там, по-моему, 300 приводилось, да. И вот дальше Петр Толстой, но я имею представление, кто это, прочитала, что один из самых богатых олигархов, Маргарита Симонян, Владимир Соловьев и Мария Захарова. Вот тут в отношении Марии Захаровой я не понимаю, почему. Мария Захарова, она пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации. То есть попадая под эти самые санкции, я так понимаю, что она не сможет выезжать за рубеж. А почему? Это ее работа. Она работает в Министерстве иностранных дел. Она представляет Министерство иностранных дел Российской Федерации. Значит, они обозначили как пропаганда. Вот тут у меня вообще ничего не сходится, потому что, простите, пожалуйста, ПСАКИ в Соединенных Штатах Америки, если вот интерпретировать таким термином, элементом, она не занимается пропагандой? Или это защиты государственных интересов? То есть у нас что, отменились? Или у нас могут быть государственные интересы только те, которые находятся за океаном? Ну и, соответственно, Европа – это вот такой вот сателлит, а всех остальных интересов не существует. Поэтому вот что касается Марии Захаровой, я считаю, что это абсолютно неправильно. Она кому-то может нравиться, кому-то не нравится. Она не 10 рублей золотом. Но, кстати, если сравнивать профессиональный уровень, сравнивать профессиональный уровень ПСАКИ, или, например, даже если говорить про министра иностранных дел Италии, Демайо, я вчера записывала репортаж на его счет, которого два раза отчисляли из университета за неуспеваемость с экономического и с юридического факультета, которого еще у нас называют бибитару. Ля бибита – это напиток. Он узнавал, познавал основу международного права, когда он Кока-Колу продавал на стадионе. Ну как можно сравнивать? Может быть, на мой взгляд, она не устраивает, потому что, как ни подойди, но она профессионал. И она значительно более профессиональная, значительно более знающая, нежели чем представители МИД других стран. Это констатация факта, это так. По поводу Маргариты Симонян, она идет как пропаганда. А, простите, пожалуйста, а вот это вот Рай – это не пропаганда? Вот то, что мы видим на протяжении последних двух лет, как вот эта коробочка, итальянская коробочка, в первую очередь, как дискриминирует свое собственное население, поделив на две части – А и Б. То есть мы это не берем в расчет, правильно? То есть итальянское население никакого значения не имеет, имеет значение только интересы Соединенных Штатов Америки. Я вижу таким образом. Поэтому, что касается пропаганды, везде пропаганда. Если говорить о независимом мнении, оно у нас остается только на уровне блогеров. И то не всех. А любое государственное СМИ – это не СМИ, это пропаганда. Это в любой стране так. И в Соединенных Штатах Америки, и в Германии, и во Франции. Поэтому, как писал Юлиан Семенов, делить на своих разведчиков и чужих шпионов, я не знаю. Наверное, это несправедливо. Все-таки, нравятся они нам с вами или не нравятся. По поводу Петра Толстого, я вообще не знаю, что он там сделал. Или вообще ничего не сделал. И вот дальше идет Владимир Соловьев. Но Владимир Соловьев, тут отдельный разговор – это его вилла. И вот тут я хотела бы немножко раскрыть эту тему, друзья. Сейчас мы вернемся к Владимиру Соловьеву. Вообще, что касается чиновников, российских чиновников, украинских чиновников, американских элит, так называемых, Италия всегда очень нравилась. Да и английских элит нравилась. И нравилась не вся, а преимущественно нравилась либо Лигурийское побережье, либо регион Тосканы. Это самые излюбленные места. Либо море, либо наши просторы, то есть долины Тосканы. У нас, вот я живу, Южная Тоскана, у нас здесь очень много элит. Я показывала в своих сюжетах, я вам рассказывала, что у нас тут и Обама деревеньку себе прикупил, и всевозможные чиновники, которые работают с Трампом. Например, один из таких его чиновников, правая рука Трампа, он приобрел Читона, вот недалеко отсюда. Целую деревню. Они прямо деревню у нас покупают. А непосредственно те, которые прямо близко к нам живут, это вот такой был министр Леонид Рейман. 8 минут от нас. У него Поджо Дель Моро. Поджо Дель Моро. Это виноградники. Вот я поставлю просто скриншот. На этом скриншоте, это Google Map, там написано 8 минут. То есть вот если я выйду сейчас из дома, спортивно-строевым шагом, я дойду за 8 минут. Я вам один из примеров привела. Здесь очень-очень много. Им нравится Тоскана. И я хочу промониторить последние 2 года, то, что происходило у нас здесь в Тоскане. Вы знаете, в общем-то, для вот этих вот элит, чиновники, депутаты, всех вышеперечисленных стран, для них ничего не изменилось. Потому что недалеко от нас вот есть такой аэропорт Перуджо, и туда прилетали частные борты. И не только сюда, в Тоскану, но и вот на озеро Кома, там, где находится вот эта вот вилла Соловьева. Я вам сейчас достаточно много интересного расскажу, кто на эту виллу положил глаз, почему привязались к Соловьеву. Я через нашу ассоциацию, через адвокатов, я узнала кое-что кисленькое. Поэтому в конце будет, как Валида, блогер из Греции, говорит, вишенка на торте будет. Они приезжали сюда постоянно, вот эти вот 2 года, 2 последних года, и они не заказывали никогда экскурсии, потому что экскурсии им не нужны, им просто надо провести хорошо время, организовать какой-то юбилей. Это могли быть и свадьбы, о подобных свадьбах. И здесь, в Тоскане, и на озеро Кома, я вам рассказывала, когда прилетали частные борты, прилетали в том числе за счет налогоплательщиков и на озеро Кома, за 5 лямов свадьбы были. 5-6 лямов. Лям – это миллион. Я думаю, что это больше их сленг, конечно, а не наш, но поскольку мы говорим сейчас с вами об этой категории лиц, уж извините, я буду пользоваться их доступным сленгом. Да, и привозили собчаков они сюда, я более чем уверена, никто не спрашивал наличие вот этих ложечек за маму, за папу, за дедушку. И в отношении вот этих вот тампаксов другая категория людей, как бы они считают, что у них своя жизнь, у нас своя жизнь. И мы вот две параллельные стези, так называемые, которые никаким образом, мы не пересекаемся. Посередине кто? Посередине полиция, посередине приставы, посередине их вот эти вот самые СМИ, пропаганда, которые защищают их интересы, а не народные интересы. Это во всех странах одинаково. Поэтому им можно все, нам нельзя ничего. Они могут зайти в наш дом, там с обыском, отобрать последнее. Мы же даже к их забору подойти теперь не можем. Раньше могли подходить, хотя бы к забору, сейчас даже к забору подойти не можем. И опять же говорю, на примере Италии. То есть для них, друзья, ничего абсолютно не изменилось. Более того, когда я снимала экскурсии, вот рядом у нас город отсюда, 11 километров Монтепульчано, вы же помните, что я снимала и винотеки, я вам показывала знаменитые, потому что у нас Монтепульчано стоит на вине. И в частных беседах, конечно, не на камеру, владельцы вот этих вот винотек, они рассказывали о том, как всевозможные, я не говорю про олигархов, там они наперли денег и наперли, а я говорю о госчиновниках, то есть которые полностью живут за счет государственного бюджета, то есть за счет денег налогоплательщиков. Когда прилетали целые борты, прилетали и из России, и из Украины. Друзья, и кто проживает в Соединенных Штатах Америки, имейте в виду, что и из Соединенных Штатов Америки точно так же прилетали эти борты, то есть люди сидели все по домам, вот, и с менеджерами, с их другими, совсем мелкого калибра, с продовольственными менеджерами, которые приезжали в Монтепульчану, или вот, например, рядом Пенца город находится, Пенца стоит на сыре у нас, и закупали, закупали вино, сыр, все вот это вкусное, полезное для всевозможных церемоний, которые уже непосредственно проходили на Рублевке, или там, скажем, какие-то элитные поселки, которые недалеко находятся от Киева, и точно так же ничего абсолютно за это время не изменилось. То есть формат вот этих вот винотек или сыроварин наш, или масло оливковое, нет туристов, туристы не приезжают, потому что раньше на 90% они работали для людей, для обычных туристов, которые приходили, может быть, к ним в винотеку толпами, ну и могли позволить там купить себе одну бутылку вина, потому что вино, благородное Монтепульчану, как вы понимаете, это вино очень не... не... извините, оторвалась на звонок, продолжаем. И, то есть, как я сказала, что раньше был вариант работать с туристами, с индивидуалами, с группами, а сейчас, в общем-то, да, здесь не отказывают производители вина и сыра, и в том числе и оливкового масла пользуются вот этими частными вип-бортами для того, чтобы санкционочку, если мы с вами будем говорить о Российской Федерации, отправлять к столу и не только олигархов, но в том числе и очень многих чиновников. Это есть. Естественно, контакты они свои не раскрывают производители местные, потому что они ценят эти контакты. но реализуют таким образом продукцию. Значит, все вот эти вот санкции, которые вчера объявил Бидон, в общем-то, на что они будут рассчитаны, что вот эти самые чиновники, они не смогут приезжать в Европу. То есть, если они являются обладателями какой-то вот здесь элитной недвижимости, то есть, по идее, они не смогут сюда приехать для того, чтобы здесь хорошо провести время. Ну, что касается санкционных продуктов, я думаю, что у них как это было, так это все и останется силе. По поводу недвижимости, это мы будем с вами мониторить, конечно, ситуацию. И, ну, вот тут могу сказать по поводу недвижимости. Мы не берем с вами, не рассматриваем вариант бывших чиновников, которые уже ушли в отставку, многие ушли на пенсию. Конечно, эти санкции их не коснутся. А вот вышеперечисленных, ведь, вы знаете, не у всех задекларированная недвижимость в Тоскане. Просто, действительно, я знаю, что у нас здесь очень много таких соседей, но у многих вот эта недвижимость, опять же, я не говорю про Россию, я говорю про всех, про все вышеперечисленные страны. У них это все зарегистрировано и на своих адвокатов. Вот в американском случае, американский такой формат, это регистрируют на адвокатов, может быть, российский, украинский формат. Это больше, когда зарегистрировано на всевозможные офшоры. Ну, посмотрим, как они смогут передвигаться в результате. Теперь в отношении хочу сказать, я Соловьева, потому что еще полгода тому назад и Караулов делал сюжет по поводу того, что ему были предъявлены претензии. Вот эта вот вилла, вилла, что он должен будет ее продать, потому что в противном случае будут наложены аресты на эту виллу. Я снимала несколько сюжетов, по этому поводу, полгода тому назад, а сейчас, вот эти последние полгода, я попыталась промониторить ситуацию и, в общем-то, кое-что я узнала. Почему все время склоняется его вилла? На адвокаты нашей ассоциации говорят, что просто на эту виллу кто-то положил глаз. Вилла находится на озере Кома, у нее очень интересное название, причем это название выдается в том числе и через Google Map, называется либо «Соловиное дупло», либо «Соловиный помет». Но я думаю, что кто-то таким образом окрестил. Вилла стоимостью около 10 миллионов евро, но там, вот какая проблема у этой виллы, там не совсем грамотно расположен бассейн, потому что бассейн прямо практически спускается в акваторию озера Кома. Но я посмотрела по береговой линии, там несколько таких бассейнов. То есть вполне возможно, что муниципалитет, когда разрешил строить бассейн, он пошел под нарушение и разрешил построить не только ему, но и другим. Но при желании сейчас, в общем-то, если проявится такая недоброжелательность по отношению к нему, они смогут заблокировать продажу этой виллы, наложить даже какой-то там санкции, какой-то арест, высокие штрафы. Это все возможные варианты. Ну, в общем, вроде как говорят, что эту виллу кому-то пообещали. Но в таком случае это можно характеризовать, как один жулик или как один пропагандист украл у другого жулика или украл у другого пропагандиста. Потому что вот так вот отнимать имущество... Еще раз хочу сказать, я ужасно не люблю Соловьева. Я считаю его хамом, трамвайном и считаю его обычным пропагандистом. Но на уровне... Любые СМИ имеют таких. И итальянские, и американские. И вот такая грубость, и такая агрессия со стороны так называемых журналистов в последнее время она стала очень типичной и популярна в информационном формате абсолютно любой страны. Ну, в общем, если он не на законные деньги построил эту виллу, то, естественно, должен быть суд, и все должно экспроприироваться. Если экспроприироваться, то по суду. А тут, мне кажется, что здесь формат другой, чтобы отобрать у кого-то и отдать своим людям. Смотрите, я приведу свой собственный пример. Вот, предположим, это гипотеза. Мне через какое-то количество лет скажут, ты вот боролась с этим великим пердемоноклем, и мы хотим тебя наградить за твою борьбу. Вот смотри, вот эта вот вилла соловьиный помет, вот мы решили тебе ее... Мы конфисковали у Соловьева, и мы тебе хотим ее подарить. Я не возьму. Я не возьму, потому что она не моя. Я считаю, в любом случае, вот в таком формате это грабеж. Если отнимать, отнимать исключительно на законных основах, основе, и отнимать в пользу народа, а не в пользу кого-то. Значит, то, что вот говорят на уровне нашей ассоциации, что кто-то из... Ну, это только версия, смотрите, это знак вопроса. Знак вопроса. Кто-то положил глаз на эту виллу соловьиный помет чуть ли не из олигархата, беглого олигархата, который проживает в Лондоне и, скажем так, борется с путинским режимом. Это вот то, что говорили в нашей ассоциации. Но это очень большой знак вопроса. То есть забрать у него и отдать своим. Это не вариант, на мой взгляд. Поэтому, друзья, вот то, что... Если у кого-то здесь будут сейчас накладывать арест на недвижимость, я имею в виду чиновников, российских чиновников, вы не думайте, пожалуйста, что это пойдет в пользу, например, итальянского народа. Я говорю только про Италию. Честно, в Тоскане очень у многих здесь есть дача. Не пойдет это в пользу ни итальянского народа, ни российского народа. Потому что, естественно, если это куплено было на украденные у россиян денег, в первую очередь это должно завернуться будет в Российскую Федерацию людям. Нет. И это разойдется все между ними самими. Такими же барыгами, спекулянтами. Те примеры, которые я вам привожу постоянно, коррупции, уровень коррупции в Италии, этот уровень, он зашкаливает здесь. Поэтому никому, а не никакому народу, ни своему, ни тем более российскому, они здесь ничего не отдадут. Это все уйдет в их пользу. Значит, какие у меня могут быть опасения по поводу того, что может произойти в последующем. Что если сейчас им, вот этим вот депутатам, перекроют въезд в Европу, закроют его, он будет заказан въезд для них, не было бы так, что зеркальные, да, ответные санкции, что они могли бы перекрыть туризм. Ну, раз вот вы нас не пускаете, тогда и туристы, вообще туристы из России больше приезжать ни в Европу, ни в Америку не будут. То есть даже если будет, допустим, итальянское консульство выдавать визы потенциальным туристам, скажут нет, люди никуда не поедут. Раз мы не можем, тем более народ никуда не поедет. Это будет выглядеть как ответные санкции. Потому что, конечно, у меня, вы знаете, какая мечта существует. Я хочу вот здесь открыть туристическую фирму, у нас Кинчану Терми, и плюс культурный центр. И была у меня такая мечта, чтобы люди приезжали, и не олигархи, не депутаты, а чтобы этот туризм в Италию, Тоскана, красота наша Тоскана, чтобы это было доступно для максимального количества людей, чтобы организовать вот такой вот отдых, и чтобы люди имели возможность отдохнуть достойно и недорого вот после того, как они пережили то, что переживали последнее время. последние два года. Вот. Так что это я поделилась своими мыслями по поводу того, какие перспективы. А для экономики, для европейской, для итальянской, для итальянской экономики и для российской дополнительные вот такие санкции, там же они еще говорили про Северный поток-2, ничего хорошего не будет. Как одной стороне, так и другой. Наверное, выгода это только у вот этих вот начальников заокеанских и англосаксонских у них, но не у Италии. Надо все-таки уметь жить по-другому, не прижимая, не загоняя друг друга вот в угол и не доводить до такого состояния отношения, в каких мы пребываем сейчас. Понятно, что это кем-то дирижируется. Спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю. И увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok